Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Номер 227. События дня. Исаия 8.10. Замышляйте замысла, но они рушатся. Говорите слово, но оно не состоится, ибо с нами Бог. 26 июля 2016 года. Далее сами смотрите. Вот у нас гонение, там что притеснение, лагерь закрыт был раньше, на две недели. Это все от этого человека идет. Это уже документами подтверждено. Это не мои слова, еще раз повторяю. Это все в интернете. Я подтверждаю, по отношению нас уже 4 наезда он сделал. Совершенно безответственные слова. Это у него слово секта, псевдо, это у него главное. А сам как раз в этом виновен. Вор, кричи, держи, вора. События, ну дальше сейчас. Занимается созданием и распространением злобных слухов, сплетен, разрушительных кривиты, не подкрепленные научными исследованиями, экспериментами. Вот тут не надо подкреплять ничего, все видно. Подрывная деятельность. Липовый профессор Ашерлотан. Вот интересно, на чем эти люди живут. Еще раз, митрополит Антоний Храповицкий. Решла о том, что он видел тогда. Сейчас еще более того. Патриархия прикормила его. Пришелся ко двору как раз. А что это? Или до самого верха все прогнило. Или ослепление. Как это не видеть? Мне, простому человеку, видно было после первого, и что 20 лет назад взгляда на него. Я сказал, чужой человек, он не тот. Ну и говорит, а что события дня? А вот я руку не могу поднять. Вот события дня. А почему? Вчера мы до обеда загон в скоту готовили. Дворкин покажет что-то? Нет. Галстущик. Масончик выскочил. И в России они все, как говорят, черт из табакерки. Откуда только их не несет сюда. Вот события дня. У меня все события. Вот в правой руке в это не могу поднять. Слойка возили там бревна эти, столбы. Загораживать. Торопились, пока на обед уже пригонят скотины. Уже скотину загнали в чистое место. Третий раз косят, я вижу. И все пропадает. Дня нету, больше месяца. Каждый день грозы и грозы. Все гниет. И ничего не сделаешь. Был молебен, молились. Дело Божье. От нас ничего больше не зависит. Сегодня 27-ое, я уже говорю. Ну, прошедший день-то был. Какой-то суд там. Меня вызывали или не вызывали, а сообщали только. Узнаем уже сегодня к вечеру, будет известно, чего они там надуют. Но многие молятся об этом. Да будет воля Божия. Милость Божия велика и долготерпение, но не безграничное. И Бог знает, кому сколько отмечетесь. Считаешь, там мальчика казнили. Где-то у меня тут. Сестра узнает, как мальчика. Всему свое время там и дел казнили мальчика где-то. Если он христианин был, ну что, жития переполнены этими примерами. Наши-то дела попроще. Но все начинается здесь с малого. Благословение Господне. Простое дело. Загнать скотину в хороший денег. А Егор, мальчик из Канады, живет, ну лагерь-то закрыт был, 18-го в 22.00. А эти дети по домам как гости. Они сиремы. Сфотографировались. Посмотрели. Результат труда виден. Сегодня закончен будет еще один эпизод. И дальше, через неделю, мы покажем этот материал. Как готовили. Как дети помогали. Как возили на тележке обыкновенные. Столбы. Длинные жерди. И они видят плоды своего труда. Конкретно. Господь показывает нам это. Других каких событий мирового масштаба у нас нет. По интернету спрашивают, где говорить нельзя. Здесь такое место по скайпу. Уже ни один человек просится за день. Ну а остальное отзывы, которые люди все шифруются. Прящутся. Прящутся. И матерками. Матюжиной просто гонят. Каждый день. И что-то знает это люди. Нет. Это как демоны зла вырвались на свободу. И возможность сказать. А считает его, не считает. Пользово не думает. На истребление уловления созданное. Писание об этом говорит неоднократно. А что с ним делать? Ну ничего. Он заходит на наши ресурсы. Где море информации. Ничего не принимает. Не принимает. Вот сейчас я пока говорил. Включаю снова наши. Вот это наш канал. Пока говорили. Еще трое кто-то зашли. Вот сейчас открою и посмотрю. Какой-то Четыре. Кир. Четыре. Кто такой? Ну никто. Ни имени. Ничего нет. Сохранить детей. Это сейчас только я открыл. Как сохранить детей. Посмотрим. Что говорит этот человек. Или еще. Кто там? Так. Сохранить детей. Что здесь? Ничего нет. Воспитательный знак один стоит. А, вон как. Ну что сказать. Еще. Евгений Гимов. Вот этого человека я знаю. на затруднение, на молитве от опыта. Вот сейчас он что-то сказать хотел. От опыта домашнего. Что с мальчиком, который снимал? Что-то у него с горлом постоянно глотает и издает звуки горлом. К примеру, 26. Ну не знаю я. Кто тут смотреть, кто снимал? А чего рождается в грехе, Олег? Ну правда, тут Алабоденко, Олег. Ну фотографии нет этой. А то. Ну так написано. В беззаконе из-за чего-то по грехе родила меня, мать моя. По подобию своему. Ничего больше нету. Вячеслав Дэн. Маленькая буква Дэн. Какая-то козявка или скорпион тут. Хвост загнули. А чего Устинова? О, сейчас посмотрим. У нас кружку привезли скорпиона. Не написано скорпиона. Я сказал ликвидировать. Отдать кому-то или что-то. Люба, вся Русь на вашем канале. Храни вас Господь. Что-то. Это Вячеслав. Вячеслав. Ну вот так понимаю. Три отзыва за то время, как я сейчас вот разговаривал, насчитывал. Видите, как люди некоторые понимают. Что сказать. Так он понимает. Каждый день у нас составляется жития, которое я насчитывал еще в 80-е годы. Вот здесь заходите. Нажать только на главное надо. Вот здесь. Главное, я под словом «Канал во свете Библии», открытый моком Игнатий Лапкин. Здесь. Вот показать. Вот я не заходил. Петиция, меди-меди. Вот тут что-то делается. Это в моем мире. Вот такая у меня страница. Тут можно писать. Тут я могу ответить. Заходите сюда, регистрируйтесь. По-другому не могу отвечать. Которые на комментарии нападают. То-другое я вообще не отвечаю. Почему? В ролике все сказано. Чего отвечать-то? Смотри, не нравится, не заходи. Я уже не настаиваю и привлекаю. Дальше что? Наш форум. Вот он где. Форум. 1592 тюма. Очень даже. Посмотреть. Даже здесь вот зелененький нажать. Можно узнать статистику. Было еще или не было. Бывает и не откроется. События так для любознательного. Крутит на одном месте, но не открывает. Трудно все-таки здесь. И тарелка повешена. Модел. Слабо. Ничего не закачиваю. Ничего. Это делается в другом месте. Модератор, администрация. Я только замки снимаю. Да, у нас работа идет. Ну, из-за дождей сидим больше. Что вчера? 221. Ну, за сегодня 22. Как вчера, так и. Вот примерно. И далее у нас самый главный ресурс. Это сайт. Самый богатый во свете Библии. Православный библейский сайт. И на нем самое главное. Это около 50 книг. Аудио я насчитал в свое время. И вот справа вопросы и ответы. Вот книга его откроется. Вот, допустим, перевод. Промысл Божий. Проповедь Благовестия. Работа. Разная. Давай разное толкну. Нажал. Вот теперь разные. Вопросы какие. Вот вопрос. 2754. В 13 томе открытым оком. Почему так происходит, что наша семья верующая, а живем очень скудно. А тут еще разные болезни. Не только на нас, но и на скот. То корова брут целезная. То куры от каких-то зверей гибнут. То корова за один день 30 цыплят. Ворона утащила из вольера. Молились, скрапились святой водой, а ворона на завтра остатки цыплят утащила. Вот если какой вопрос. Вот и в него ткни, теперь открывается. Я отвечаю. Подобная ситуация у меня. Держу голубей и выгулять их невозможно. Ястребы, вороны, соколики, соколки. Хватают их из крыши, из земли и в полете несут своим детишкам на обед. Колонок нынче залез в одну голубятню, а простал зимой. За ночь 19 штук порезал. Пустая голубятня стоит теперь. А тут еще одна напасть. В самой голубятне в городе крыса такая завелась, что ни в капкан не идет, ни отраву не ест, ни кошкам не поддается. Но каждую ночь по одному большому голубенку сжирает полностью. И молился там, и залил все святой водой. Она на следующую ночь этой водой, видимо, запила. До самого породистого голубенка из-под родителей вытащила. И в соседнем гнезде сожрала, не оставив ничего, кроме перышек. Всю ночь караулил на голубятне ее с фонариком, но она удрала. Теперь решил разломать гнезда и обшить железом стены и потолок и пол. Много гибнет понебрежности, числа. И что об этом? Иклесиаст. В Египте скот погиб от бечей божьих. Почему мы не можем так же о таком мыслить? Что-то Бог и через это хочет нам сказать и так далее. Вот ответ. К жирным курсивам места священного писания. И не надо голову ломать. Стихотворение тут всегда идет. Вопрос конкретных событий на сегодняшний день с ребятишками тут. Где еще достал ягоды, яблоки, все им тащишь. Им интересно это. И видно, в детях изменения на глазах. Они делаются другими. Я уже привык с ребятишками. Это 45 лет начальник детского лагеря. Но думаю, с этого момента, с 18 октября, у нас будет по-другому уже. Слово «лагерь» будет исключено. И по-другому будет. Вот, потому что началось преследование явное. Что я делал? Рука не поднимается. То и делал.